Volkswagen показал в Мюнхене обновленное семейство Transporter 6.1. Вслед за пассажирским мультиваном легкие грузовые модели получили электромеханические усилители руля вместо гидравлического и новый набор систем безопасности. Перепроектирована кабина. Сообщают, что теперь поклажа частично помещается под сдвоенным пассажирским сидением. Новый двухлитровый дизель предложен в четырех вариантах от 90 до 199 л.с. Совместно с фирмой АБТ разработана и электроверсия грузоподъемностью 1 тонна 200 кг. Электромотор развивает 112 л.с., а батареи емкостью 77,5 кВт.ч. хватит на 400 км пробега. Немецкое тюнинговое ателье АБТ представило свое видение дизельного кроссовера Audi Q7 50 TDI. Углепластиковый обвес и колесные диски диаметром 22 дюйма видны сходу, но основные доработки скрыты внутри. Мощность трехлитрового дизеля подняли с 286 до 330 л.с., а максимальный крутящий момент вырос до 650 ньютон-метров. Главный исполнительный орган Евросоюза обнародовал предварительные итоги расследования и готовится обвинить все три немецких автогиганта в сговоре и нарушении антимонопольного законодательства. Речь идет об использовании нелегальных ухищрений для занижения показателей токсичности выхлопа дизелей. Дескать с 2006 по 2014 год концерны втайне договорились уменьшить баки для мочевины Эдблю, что привело к значительному снижению эффективности системы очистки и превышению выбросов над заявленным уровнем. Кроме того, большую немецкую тройку обвинят в неохотном внедрении сажевых фильтров на бензиновых двигателях. Концерны не признают вину, но расследование продолжается. Производителям грозит штраф до 10% годового оборота. Продолжение следует...